Второстепенные чистки организма. Невелика болячка, да сесть не дает. Поговорка такая. После выполнения чисток толстого кишечника и печени, вы почувствуете себя намного крепче, здоровее. Жизненные силы, ранее тратившиеся на нейтрализацию, последствия самоинтоксикации из толстого кишечника, на поддержание работы печени, теперь будут целиком использоваться для наведения порядка в организме. Оздоровление пойдет быстро и качественно. Но у некоторых людей могут быть камни в почках, чрезмерная токсичность лимфы, межклеточной жидкости, крови, полиартрит и тому подобное. Как целенаправленно бороться с этим посвящен этот раздел. Чистка почек. В связи с важностью данного органа для жизнедеятельности организма, разберем этот вопрос более углубленно. Почки парный орган, выделительность системы человека, построенные по типу железы. В основном функция почек заключается в очищении организма от азотистых продуктов. У взрослых почки имеют бобовидную форму. Вес почки колеблется от 120 до 200 граммов. Цвет ярко-коричневый. Длина почки взрослого человека 10-12 см, ширина 5-6 см, толщина 3-4 см. Выпуклый край почки обращен к наружи и отчасти назад. Вогнутый край напротив того же края противоположной почки. У каждой почки имеются два полюса, верхний и нижний. Верхний более закруглен, прикрыт над почечником. Расстояние между верхними полюсами правой и левой почек меньше, чем между нижними полюсами. Поэтому длинные оси почек образуют угол, открывающийся к низу. Правая почка помещена обычно на 2-3 см ниже левой. Отсюда камни встречаются чаще правой почки. У женщин почки располагаются ниже, чем у мужчин. В течение 24 часов через почки фильтруется примерно 150 литров крови. Фильтрация крови и всасывание обратно осуществляется через слой эпителия. Следовательно, качество функции почек зависит во многом от функциональных характеристик эпителия. Сразу же обратим внимание, что функционирование эпителия во многом зависит от наличия в организме витамина А. Из 100 литров, прошедших через клубочки жидкости, в мочу превращается только 1 литр. А из 270 граммов профильтровавшегося натрия, возвращается обратно в кровь 263. Почки – орган гомеостаза. Мочеобразование является суммарным итогом многих процессов, направленных на обеспечение постоянства внутренней среды. Отсюда следующие функции почек. Первое. Выделительное. Выделение чужеродных веществ и нелетучих продуктов обмена, в основном азотистых продуктов. Второе. Регулируется постоянная концентрация натрия. Третье. Регулируется объем внеклеточной воды тела. Четвертое. Регулируется постоянство концентрации ионов в крови. Пятое. Регулируется кислотно-щелочное равновесие организма в целом. Мочеиспускательный канал имеет длину у мужчин 22-25 см, у женщин 2,5-4 см. Самое широкое место в мочеиспускательном канале 1,25 см. Мочеточники имеют длину 28-34 см. Моча по мочеточнику идет благодаря активным перистальтическим сокращениям, которые и проталкивают ее. Диаметр мочеточников может значительно увеличиваться, благодаря очень большой эластичности. И при затруднениях в оттоке мочи способен расширяться до 8 см в диаметре. Представляете, до 8 см. После этой водной информации мы можем перейти к почечно-каменной болезни. Гиппократ, Галин, Персидский, Арабские врачи ставили происхождение мочевых камней в зависимость от географической особенности местности, климатических условий питьевой воды. Современные данные следующие. Нарушение или изменение соотношения между мочевой кислотой и другими солями и коллоидами мочи. Щавелевая кислый кальций способен выпадать в кристаллы. Нормальная моча и моча больных мочевыми камнями содержит различные мукопротеиды с отрицательным зарядом. При почечно-каменной болезни наблюдаются прочные соединения кальция с анионмукополисахаридами, превращающиеся в нерастворимый комплекс. Нормальная моча содержит около 90 мг общего биоколоида. У больных в среднем 500 мг. При недостатке витамина А могут образовываться камни. Экспериментально было установлено, что витамин А или бета-каротин препятствует камнеобразованию и способствует растворению уже образовавшихся камней. Характер питания имеет значение в происхождении почечно-каменной болезни, особенно в детском возрасте. Раннее и исключительно питание грудных детей кашами и мучными блюдами приводит к большой смертности и заболеваниям, в том числе значительной частоте почечно-каменных заболеваний. Устранение дефектов питания позволило резко снизить вышеуказанное. Я уже напоминаю вам, что каши и мучное богаты кальцием, однако этот кальций, подвергшийся термической обработке, не усваивается нашим организмом и служит источником образования почечных камней. Это является главной причиной, почему после удаления камней они растут вновь. Человек не хочет знать причину и менять ее, а именно свое неправильное питание. Инфекция тем или иным путем, попадающая в почки, может вызвать почечно-каменную болезнь. Стафилококк непосредственно самой почки влияет на реакцию мочи, изменяя кислую реакцию на щелочную, вследствие бактериального превращения мочевины в мочекислый аммоний, в результате чего в моче появляются осадки. Некоторые значения в камнеобразовании имеют и кишечные бактерии. Так, в кишечнике человека обитает бактерия, вырабатывающая щавелиево кислую известь. Размножение этих бактерий, а оно зависит от питания, вызывает появление оксалурии у здорового человека вследствие избыточного образования оксалатов в кишечнике, всасывания и выведения с мочой. Большое значение в рецидивах камнеобразования имеет печень, ведь одна из функций печени – это мочевинообразование. Оно совершается только здесь, а мочевина, как конечный продукт белкового обмена, выделяется почками. Моча является насыщенным водным раствором неорганических и органических солей – кристаллоидов, удерживаемых в растворенном и взвешенном состоянии благодаря условиям температуры, кислотным соотношениям солей и, главным образом, благодаря присутствию защитных коллоидов. Они поддерживают соли в растворенном состоянии, препятствуя их выпадению. Насколько важны коллоиды для растворения солей, видно на примере мочевой кислоты, которая в воде растворяется в соотношении 1 к 39 480. Защитные коллоиды представляют собой нежнейшие частички органического вещества, взвешенного в моче, и состоят из красящих веществ мочи. В суточной моче их 1 грамм. Решающим для защитного действия является их специфический вид. Одна час их находится в крови, другая образуется в почках под действием жизнедеятельности почечных клеток. Отсюда процесс камнеобразования в почках можно рассматривать отчасти как результат недостаточного в количественном и качественном отношении образования защитных коллоидов почечными элементами, как своеобразное заболевание почечной клетки. Весьма важными факторами возникновения дисколлоидоурии, то есть изменения функциональной деятельности почки, обусловлено нарушением регуляции центральной нервной системы. В связи с этим сразу же опишем наблюдение китайских целителей. Страх опускает ци. Ци это название универсальной энергии, жизненной энергии. Итак, страх опускает ци вниз и вредит почкам, то есть страх через центральную нервную систему оказывает повреждающее влияние на почки. Если эта эмоция держится или повторяется достаточно долго, то нарушается образование коллоидов и начинается камнеобразование. Ими также подмечено и другое. Пища со сладким вкусом, а это крахмал, крахмал должен превратиться в сахар, прежде чем он будет усвоен организмом, вредит функции почек. А согласно Айурведе и Джудши, все пищевые вещества после переваривания обладают своим специфическим вкусом. Так мясо, рыба, молочные продукты, крупы, хлеб, а также пища с соленым вкусом после своего переваривания преобразуется в химус сладкого вкуса. Вспомните современное исследование Кютера и Вейля, которое лишь подтверждает это древнейшее наблюдение. Величина камней в среднем 20-50 граммов, но бывает и в несколько килограммов. Камни чаще всего встречаются в правой почке, ибо толстый кишечник с правой стороны имеет тонкую стенку, через которую токсические выпады действуют на правую почку повреждающим. Помимо этого, она предрасположена к смещению и застойным явлениям. Двухсторонние камни бывают в 10-17% случаев, что можно использовать при болезнях почек. Я камень в мочеточник уронил, мне камень в мочеточник перекрыл. Иссяк живительный источник, моча не каплит больше в мочеточник. Так говорил Амар Хаям. Как древние, так и современные врачи для борьбы с почечно-каменной болезнью рекомендуют обильное питье и теплые в ванны. Обильное питье необходимо для промывания лоханок и чашечек почек и одновременного снижения плотных веществ в моче. Используются самые разнообразные мочегонные средства. Разберем их и найдем самые эффективные и безопасные. Соли калия. Из них нитрат наиболее активен, но токсичен. Свежевыжатые овощные соки, богатые калием, сырой калиевый суп. Он представляет собой смесь свежевыжатых соков. Морковного 7 частей, сельдерея 4 части, петрушки 2 и шпината 3 части. Мочевина. Малотоксичный и относительно активный астматический диуретик. Применяется в суточной дозе 50-60 граммов в 3 приема. Увеличивает диурез в 2-4 раза. Собственная моча содержит мочевину в органическом виде. Поэтому она является прекрасным мочегонным средством, не обладающим вредными побочными действиями. В современной медицине установлено, что электролиты мочи имеют большое влияние для растворения оксалатов и других камней. Вот что пишет доктор Миткал в книге «Мочевая терапия». В моче содержатся быстро распадающиеся соли. Эти соли разрушают кислотность и в результате многие болезни излечиваются путем воздействия на их причины. Эти соли уничтожают боли в почках, кишечнике и матке. Использование мочи очищает почки, мочеточники и удаляет камни из почек. Моча животных, возможно, более эффективна для растворения мочевых камней. Вот что писал выдающийся средневековый армянский врач Амирдовлад Амасиадзе. Книги не нужны для неочи. Это серия «Научное наследство», том 13, издательство «Наука», 1990 год. Кабания моча. Если выпить ее, то растворит и раздробит камень, который находится в мочевом пузыре. Испытано. Продолжаем. Глюкоза, ксилоза, фруктоза увеличивают экскрецию воды, ионов натрия и хлора. Мочегонные средства, влияющие на кровообращение, это сердечные гликозиды. На перстянках горит свет и другие. Улучшают кровообращение, в том числе и в почках. Значит, при сердечной недостаточности создают условия для рассасывания отеков. Такие мочегонные средства, как чай с лимоном, чай из виноградных листьев, из хвоща полевого или липового цвета, содействуют усилению и учащению сокращения лоханки и мочеточников, как бы проталкивая в мочевой пузырь с соли и камешки. Народная мудрость давным-давно нашла такое мочегонное средство, которое во многом удовлетворяет всем вышеописанным условиям. Это арбуз. Вот что написано в книге «Съедобные целебные растения Кавказа». Арбуз. Мякоть и отвар корок оказывают сильное мочегонное действие, но не раздражают почки и мочевыводящие пути. Ощелачивание мочи способствует растворению солей и предотвращает образование камней и песка. 2-2,5 кг арбуза в течение суток надо съедать. Теплые ванны способствуют нормализации капиллярного кровообращения, снятию спазмов, что улучшает работу почек, препятствует склеротированию нефронов. Расслабление и расширение мочевыводящих путей способствует безболевому прохождению песка и мелких камней. Непосредственно на растворение камней влияют вещества с большим содержанием эфирных масел, специфическо горько-холодящего вкуса. Такие вещества в изобилии содержатся в полыне и пижме. Древние целители рекомендовали пить сок пижмы для растворения камней в почках и мочевом пузыре. Необычайно сильно растворяет почечные камни пихтовое масло, которое содержит много эфирного масла горько-холодящего вкуса. Сок черной редьки также растворяет камни. Лимонная кислота и другие кислоты способствуют растворению фосфатных и карбонатных камней. Укроп содержит 4% эфирного масла, успокаивает почечную колику, растворяет камни. Родственники укропа, сельдерей и фенхель обладают этими свойствами. Особенно необходимо эти растения употреблять для профилактики почечно-каменной болезни. К тому же они улучшают пищеварение. Зверобой обладает схожими свойствами с вышеукаженными растениями. Установлено и другое. Растительные пигменты, особенно много их в свежевыжатых соках овощей и фруктов, под действием окислительно-восстановительных превращений окисляют мочу, что приводит к растворению некоторых видов мочевых камней. Растительных пигментов, особенно много, в корнях марены и шиповника, а также в плодах шиповника и свежевыжатых соках морковы и свеклы. Также вы можете просто-напросто воспользоваться талой водой. Талая вода – это та, в которой еще плавает лед. Ее надо будет выпивать от стакана до двух стаканов в течение дня. Она прекрасно растворяет разные отложения и камушки в почках. Автор сам проверил это на себе. Методики очищения почек. Цели, к которым стремятся врачи при лечении от камней – прекращение образования их материи, предотвращение зарождения камней путем устранения причины и исправления ее, а затем крошение и дробление камней, срыв их и удаление с того места, где они повисли, при помощи лекарств, производящих такое действие, после чего их изгоняют мягко и постепенно. Некоторые люди пытаются извлекать камни через разрез в боку или спине. Но это дело страшно опасное, совершаемое человеком, лишенным разумом. Так говорил величайший целитель Ибн Сина. Для очищения и оздоровления почек лучше всего следовать вышеуказанным наставлениям Ибн Сины. Первое. Устранить причины, ведущие к образованию камней. Для этого измените питание и образ жизни с целью нормализации обмена веществ, что устранит причины, ведущих к камнеобразованию. Второе. Применять средства. Тут какое кому подходит или имеется в наличии. Для раздробления, рассасывания камней, превращая их в песок. Выбирается любое средство. Сок пижмы, черной редьки, сок лимона, пихтовое масло, корни марены или шиповника, свежевыжатые овощные соки, собственная моча и леталая вода. Третье. Произвести срыв раздробленных камней или песка и мягко, постепенно их изгнать. Одновременно с выполнением пункта 2. Начинайте усиленно применять мочегонные средства, пить собственную урину, чай с лимоном, чай из виноградных листьев или хвоща, либо кушать арбуз, либо просто пить больше талой воды. Почувствовал, что начинается отход дробленных камней или песка, принимать теплую ванну для лучшего и безболезненного их отхождения. А теперь познакомимся на практике, как это делается и сколько механизмов задействовано в каждой чистке. Чистка почек с помощью мочи. Индийский целитель Маниабхай Паттел, выдающийся исследователь 20 века, описывает случай с артистом 35 лет. В течение 7 лет, имевшего камни в почках, от операции он отказался и вылечился, прикладывая повязку компресс с мочой и принимая мочу внутрь. Компресс ставил на область пораженной почки на ночь, выпивал почти всю свою урину в течение дня. Лечение проводил курсами по 20-30 дней до полного излечения с перерывом 10-20 дней. Раджеп Хай, это сам целитель, так его зовут, сам однажды почувствовал сильные боли из-за остановки мочи. Тогда он выпил свою мочу, которую мог собрать за час. В данном случае можно выпить чужую мочу, чтобы быстрее запустить почки. Через 2 часа выделение мочи возобновилось и боли стихли. Приведу свежие случаи 28 октября 2018 года. Ко мне, лично ко мне, на улице подошел мужчина и попросил авторофа. Я поинтересовался, чем я ему помог. Он сказал, что когда появилась эта книга, ему было чуть больше 20 лет, и у него болели почки, был песок в них. Прочитав информацию про урину, он в течение 2-3 недель пил утром и вечером по стакану своей урины. И песок вышел, почки восстановились, его взяли в армию. Он остался очень доволен этим методом. Очистка почек с помощью арбуза. Эта очистка производится летом в арбузный сезон. Для этого следует запастись арбузами и черствым хлебом. Эта пища будет потребляться вами в течение недели. Хотите есть арбуз, хотите пить арбуз? Очень хочется есть арбуз с хлебом. Во время чистки желательно присутствие домочадцев. Потому что бывает момент, когда начинается отход песка, камушков, и может быть сердечная слабость. Приготовьте корвалол, валидол, нашатырный спирт. К этому надо быть готовым. Это маленькая операция, но без ножа. Если в почках и мочевом пузыре имеются камешки, то наиболее подходящим временем их выведения будет от 17 до 21 часа по местному времени. Именно в это время проявляется биоритм мочевого пузыря и почек. В это время надо принять теплую ванну и усиленно кушать арбуз. Теплота расширяет мочевыводящие пути и снимает боли и спазмы. Особенно, когда будут проходить камешки. Арбуз вызовет усиленное мочеиспускание, то есть промывание. А биоритм даст необходимую силу для срыва и знания песка и камней. Эту чистку можно проводить 2-3 недели до получения удовлетворительного результата. Вот пример из практики. Кириленко Надежда Федоровна, 54 года. Из истории болезни. На первой операции мне удалили камень из правой почки. Камень был малюсенький, но вызывал бесчисленные болезненные приступы. Почку оставили, она еще работала. А через 9 лет история повторилась. Опять камень, опять бесконечные приступы. На этот раз почка не выдержала, погибла от гидронефроза. И ее удалили. Я перешла на жесткий режим диетического питания. У меня появились головные боли, подскочило давление. Начала заниматься бегом. Стало легче, головные боли прошли. Но вот в марте 1987 года снова начались приступы уже в единственной левой почке. Рентген показал камень. Весь июнь меня лечили в санатории, но улучшений не наступило. Положение стало отчаянным из истории выздоровления. В августе 1987 года я обратилась к Семенову Надежде Алексеевне и начала активно лечиться по ее методике. После первой недели арбузной атаки камень остался на месте, но выходил песок. После второй недели он спустился и застрял в нижней трети мочеточника. И наконец, после третьей недели арбузного удара, камень благополучно вышел. И полились слезы по утраченной ранее из-за невежества почки. Сейчас я соблюдаю режим раздельного питания. Давление нормализовалось. Я счастлива и знаю, что могу помочь своему организму в трудную минуту. Очищение с помощью отвара корней шиповника. Для растворения или расщепления до песчинок любых камней в организме применяют отвар корней шиповника. Приготовление отвара. Две столовые ложки изрезанных корней залить одним стаканом воды, кипятить 15 минут, дать остыть. Процеживают. Принимают по 1-3 стакана, 3 раза в теплом виде в течение 1-2 недель. Отвар плодов шиповника также используют при заболеваниях почек и мочевого пузыря. При этом отвар как в первом, так и во втором случае должен быть темного цвета, что указывает на большое количество растительных пигментов. Очищение почек с помощью соков овощей. Доктор Уокер, родоначальник современной соковой терапии, рекомендует свой метод, в котором задействованы два механизма – растительные пигменты и эфирные масла. По его утверждению, неорганические вещества, главным образом кальций, находящиеся в хлебе, и других концентрированных крахмалистых продуктах, образуют зернистые образования в почках. Для очищения и оздоровления почек он рекомендует следующий сок. Морковь – 10 частей, свекла – 3, огурец – 3, или же другой вариант – морковь – 9, сельдерей – 5, петрушка – 2 части. Немного о соке петрушки. Этот сок – отличное средство при заболеваниях мочеполового тракта и очень помогает, благодаря наличию специфического горько-прохладного вкуса при камнях в почках и мочевом пузыре, нефрите, когда белок в моче, а также при других заболеваниях почек. Применяется сок как в зелени, так и в корнеи. Это один из самых сильнодействующих соков, поэтому его не следует употреблять отдельно в чистом виде более 30-60 граммов. Очистка почек с помощью пихтового масла – это, возможно, самый простой и эффективный метод очистки почек. Суть его в следующем. В зависимости от сезона ввода вы применяете в течение недели мочегонное средство. Зимой и поздней оченью сбор мочегонных трав – душица, шалфей, мелиса, спорыш, зверобой. Зверобой можно заменить на шиповник, на плоды либо корни, можно другой сбор. Все зависит от региона и так далее. Измельчив травы до размера чаинок и смешав их в равных частях, либо по весу, например, по 30 граммов, заварить. Лучше залить кипятком, настоять, чтобы получился темного цвета. И применять в теплом виде с одной столовой ложкой меда по 100-150 граммов до еды. В конце лета используйте арбузы, весной и летом свежевыжатые соки по океру. Если же вообще ничего нет, используйте свою собственную урину. Благодаря такой смене мочегонных и растворяющих средств вы будете действовать на весь спектр почечных камней. Ибо одно средство подходит для одних камней и не берет другие. Помните об этом. Далее, после недели такой предварительной подготовки, вы в мочегонный настой или сок добавляете 5 капель пихтового масла и выпиваете все это за 30 минут до еды. Желательно масло хорошенько размешать и выпить через соломинку, чтобы предотвратить разрушение зубов. Так и применяйте пихтовое масло 3 раза в день до еды в течение 5 дней. Результаты очистки начинают появляться на 3-4 день в виде незначительно помутневшей мочи. Позже могут выйти и камушки. Недели через 2 это можно повторить. И так далее до получения желаемого результата. В дополнение ко всем вышеуказанным методам очистки почек, можно применять особые упражнения для выведения песка из почек. Это упражнение относится к упражнениям серии «Тигр» и называется «Голодный тигр нападает на жертву». Описание упражнения «Лечь на живот», «Руки и ноги одновременно рывком поднять вверх от 3 до 5 раз». Это движение способствует дроблению рассосавшихся камушков и выведению песка. Похожий эффект оказывает йоговская оса на лук. То, как качаться надо повыше и сильнее прогибаться. Профилактика заболевания почек. При моче кислых камнях она направлена на образование в небольших количествах мочевой кислоты и содействию ее растворению и выведению. Исключаются продукты, богатые белком и бульоны, печень, почки, мозги, жареное и копченое мясо, соленая рыба, мясные супы, которые повышают удельный вес остаточного азота, которые, выводясь из организма, увеличивают нагрузку на почки. Рекомендуется пить соки по уокеру, кушать салаты, фрукты, проросшую пшеницу. Салаты слегка подсаливайте сухой морской капустой, чтобы стимулировать функцию почек и избежать сладостей, которые ее угнетают. Используйте мочегонные отвары. Если образовались щелочные камни, что бывает крайне редко, то используйте собственную урину, чтобы под кислением мочи растворить их, а также лимонный сок с теплой водой. Как это делать, читайте раздел о печени. Кроме того, йоговские асаны прекрасно дополняют профилактику заболеваний печени, почек. Бухуджангасана – это поза змеи, предотвращает образование камней в почках. Шалабхасана – называется кузнечик, либо ее облегченный вариант – полукузнечик, омолаживает почки. Майурасана – называется павлин. И артхамациендра сана – это скрученная поза – делают кровяное промывание почек. Вспомните, какие мощные артерии подходят к почкам. Диаметр 1-12 мм. При выполнении этих поз происходит сдавливание этих артерий, и кровь с трудом поступает в почки. После окончания асаны сдавливание прекращается, и кровь мощным потоком устремляется по всем капиллярам почки, открывая их и вымывая шлаки. Кроме этого, постоянно стимулируйте общее капиллярное кровообращение. В этом вам помогут бех, физические упражнения, йоговские асаны. Только благодаря такому комплексному подходу можно сделать свои почки здоровыми и долговечными. Помните пословицу древних целителей – с хорошими почками можно дожить до 100-летнего возраста, даже если сердце является больным. Основное положение – очищение организма и поддержание в нем чистоты. Ввиду того, что очистительных процедур огромное количество, и ориентироваться в них крайне трудно, проще показать их общий корень. Зная его, каждый человек самостоятельно, целенаправленно подберет для себя тот или другой метод, который поможет ему. Но прежде чем это сделать, познакомимся с тем, что надо знать. Первое – состав человеческого организма. Второе – состав тканей человеческого организма. Третье – влияние окружающей среды пищи на свойства человеческих тканей. Четвертое – свойства веществ, употребляемых в очистительных процедурах. Первое – наш организм – сложнейшая система, имеющая несколько уровней структурной организации. Своё исследование мы начнем с большого видимого уровня и дойдем до различимого только при большом увеличении. Первый уровень – это тело человека, состоящее из скелета, на котором держатся мягкие ткани, обтянутые кожей. Второй уровень – это мягкие ткани. Они состоят из соединительной ткани, так называемого скелета, на которую навешаны рабочие клетки организма. Третий уровень – клеточный. Оказывается, внутри клеток имеется определенная структура, так называемый цитоскелет, которая поддерживает определенное положение внутриклеточных органов. Разберем более внимательно внутреннюю структуру клетки. Клетка образует полость, внутри которой находится протоплазма. Протоплазма – это коллоидный раствор, состоящий на 80% из воды, которая удерживается скелетом, то есть тончайшей сеточкой белковой природы. Отсюда вся вода клетки связана и находится в ячейках сеточки скелета. Все жидкостные среды организма – кровь, лимфа, спинно-мозговая жидкость, желчь и моча – также представляют собой коллоидные растворы, обладающие той и иной степенью вязкости. Теперь можно проследить общие параллели на всех структурных уровнях нашего организма. Для поддержания определенной пространственной формы, которая способствует наилучшему проявлению жизнедеятельности организма, в данном случае мы рассмотрим клетку, клетки, ткани и все тело имеют собственную опору – цитоскелет, соединительную ткань и кости. От состояния этих скелетов и жидкости внутри организма во многом зависит жизнедеятельность организма. Второе. Теперь перейдем к рассмотрению свойств тканей, составляющих человеческий организм. Ввиду того, что клеточный уровень – самый большой по своей массе и составляет основу организма, то логично с него и начать. Основная часть клетки – это протоплазма, которая представляет собой, как уже сказано, коллоидный раствор, а он, в свою очередь, напоминает жидкий студень. Свойства студня таковы, что он может содержать 99% воды, при этом обладать свойствами твердых и жидких тел. Это хорошая среда для протекания химических реакций. Таким образом, в клетке сосредоточены все преимущества твердых и жидких тел. Однако, в студне непрерывно протекает процесс постепенного самоупрочнения пространственных структур из-за влияния прогрессирующего сцепления между частицами. В результате студень имеет тенденцию превращаться в роговидную массу ксерогель. Естественно, в такой загустевшей протоплазме не могут полноценно осуществляться процессы жизнедеятельности и клетки погибают. Чтобы этого не случилось, существует сложная, противосжимающая, так называемая, противокоголяционная защита, как внутри клетки, так и в самом коллоидном растворе. Вот основные звенья этой защиты. Циклоз – это внутренние токи и перемешивание протоплазмы, то есть студня внутри клетки. Эти токи наблюдаются даже в хрящевых клетках, то есть идет циркуляция жидкости. В зависимости от интенсивности метаболизма клетки, который зависит от производимой в ней работы, меняется состояние студня в сторону разжижения при увеличении и в сторону загустения при понижении. Противокоголяционная защита в самом коллоидном растворе зависит от состояния мицелл отдельных частиц. Сама мицелла имеет следующее строение – ядро, которое в основном состоит из белка. Как правило, этот белок заряжен. Поверхность белка служит адсорбционным, то есть осаждающим слоем, весьма активным, на котором и осуществляются ферментные реакции. Вокруг ядра и адсорбционного слоя, который называется гранулой, образуется диффузный слой, имеющий заряд, противоположный заряду ядра. В этом слое располагаются определенным образом ориентированные молекулы воды, образуя водную, так называемую гидратную, сальватную оболочку. Эта оболочка препятствует сближению и слепанию, то есть коагуляции, гранул. Таким образом, сама мицелла противодействует слепанию себе подобными следующими факторами. А. Особой пространственной формой белковой молекулы. Если происходит нарушение этой структуры, старение, повреждение, денатурация, адсорбция, налипание чужеродных частиц или шлаков, то это приводит к снижению электрического заряда, уменьшению сальватной оболочки и способствует сгущению студня. В. Величина заряда белковой частицы противодействует слепанию частиц между собой, так как упорядочивает сальватную оболочку. Если заряд ядра уменьшается от частичной нейтрализации ионами противоположного знака, то это приводит к ослаблению сальватной оболочки и уплотнению. В. Сальватная оболочка вокруг мицелл препятствует их слепанию. И если по какой-либо причине воды внутри клетки становится меньше, это также способствует загустению коллоидного раствора. В. В качестве примера можно привести такое. Суммируем противокоагуляционную защиту протоплазмы клеток и жидкостных сред организма. 1. Циклоз. 2. Метаболизм. 3. Сохранение постоянного пространства структуры формы белка, то есть ядра мицеллы. 4. Оптимальный заряд мицеллы. 5. Наличие достаточного количества жидкости в организме. Если происходит нарушение вышеуказанной защиты, то с протоплазматическим студнем и жидкостными средами организма начинаются метаморфозы, идущие в двух направлениях. Коацервация, что означает собирание накоплений, и коагуляция, что означает свертывание сгущения. Коацервация коллоидного раствора с жидкого студня происходит, когда частицы мицеллы, частично потеряв сальватную оболочку, сближаются между собой и образуют общую водную оболочку среди коллоидного раствора. В дальнейшем в такой общей оболочке может происходить дальнейшее обезвоживание, сближение частиц, их слепание и выпадение в осадок. Причем свойства коацерватной капли, то есть частиц объединенных общей водной оболочки, таковы, что она обладает большей вязкостью, чем породивший ее коллоидный раствор. Вязкость поступствует поглощению и удержанию в этой капле самых различных веществ, красителей, солей, продуктов обмена, а действие ферментов замедлено по сравнению с коллоидным раствором. Вот такие капли-накопители и дают основу для образования сгустков осадков всего лишнего, что имеется в клетке, в желче и моче. Вышеописанный процесс лежит в основе отложения солей, песка и камней. Коагуляция коллоидного раствора протекает в три стадии. Созревание, что выражается в упрочнении механических свойств коллоидного скелета. Внешне этот процесс выражается в частичной утрате гибкости, а в дальнейшем в тугоподвижности тела по утрам. Вначале тело как деревянное, а зачем человек расходится и все проходит. Старение выражается в том, что коллоидный скелет уплотняется настолько, что выжимает из себя жидкую среду и уменьшается в объеме. Эта стадия вызывает в организме два вида патологии. Уплотнение и разжижение. Уплотнение приводит к тромбозам, закупоркам, инфильтратам, спайкам, искажению формы органов, например клапанов сердца. Разжижение, вызванное отжатием жидкости из коллоидного раствора, образует полости, в которых отлагаются экссудат, шлаки, соли, углеводы, кислые мукополисахариды и тому подобное. С образованием деструктурных процессов, ведущих к аримматизму и образованию кист. Стадия ксерогеля выражается в дальнейшем обезвоживании коллоидного раствора, сильном уменьшении его в объеме. При этом он превращается в роговидную массу, внутри которой развиваются огромные силы сжатия. Много сотен килограммов на один квадратный сантиметр сечения ксерогеля. В результате такого сжатия все вещества, соли, пигменты и так далее, находящиеся внутри него, прессуются в плотные камни. По мнению некоторых ученых-медиков, именно так образуются печеночные, желчные и почечные камни. Рассмотрев первый коллоидный уровень организма, мы переходим к рассмотрению следующего, соединительно-тканного, в который вплетены рабочие клетки организма. Через эту ткань осуществляется целый ряд других процессов, транспортировка и распределение воды, солей и ряда других веществ, регуляция энзиматических реакций, восстановление ткани, подавление инфекций и многое другое. Соединительная ткань состоит из белка коллагена, который составляет до 30% всех белков организма. Его молекула состоит из трех цепей аминокислот. В процессе старения тонкие нити коллагена сшиваются друг с другом, образуя грубые канаты. Это приводит к изменению соединительно-тканного каркаса внутренних органов связок сухожилий. В результате происходит сжатие внутренних органов и обезвоживание. Ухудшается питание через соединительную ткань, слабеет иммунитет. В самой соединительной ткани на клеточном уровне происходит коагуляция по принципу старения. Таким образом, в самой соединительной ткани природой заложен процесс по мере созревания и старения коллагена, кола означает клей, к сжатию и уплотнению. Если же рассматривать весь организм человека в целом, то окажется, что ввиду постоянной потери жидкости через поры кожи при дыхании и мочеиспускании, на нас действует сжимающая и ссушающая сила. Теперь, зная три структурных уровня организма, указанные выше, можно понять, сколько наш организм затрачивает усилий, чтобы противостоять тенденции сжатия и обезвоживания. Наша задача в повседневной жизни состоит в том, чтобы всеми доступными средствами противостоять сжатию и обезвоживанию. Сжимающие силе ян надо противопоставить расширяющую инь. Увы, мы делаем многое наоборот, а потом удивляемся, почему в нашем организме образуются уплотнения, камни и другие болезнетворные образования. Третье. Зная вышеуказанные свойства коллоидов протоплазмы клеток и жидкостных средств, соединительной ткани и всего организма в целом, можно понять благоприятное и неблагоприятное воздействие, которое оказывает на нас внешняя среда, продукты питания и другие факторы. Условия внешней среды. Ввиду того, что протоплазма клеток и жидкость организма представляет собой жидкий студень, внешнее охлаждение будет способствовать загустению, а разогрев наоборот разжижению. Сухая погода обезвоживает организм, будет уплотнять студень, а влажная, наоборот, гидротировать его, переводить в более жидкое состояние. Таким образом, нами обнаружены две противоположности. Сочетание холода и сухости способствует сгущению коллоидов организма, обезвоживанию клеток, выпадению в осадах шлаков, солей и других веществ. Сочетание теплоты и влажности способствует разжижению и восстановлению свойств коллоидного раствора, переводит застрявшие шлаки, соли и другие вещества в более подвижное состояние, способствуя этим выведению вредного и лишнего из клеток. Это положение справедливо для всех внутренних жидкостей организма, крови, лимфы, межклеточной жидкости, спинномозговой, мочи, желчи и протоплазмы клеток. Надеюсь, теперь вам в полной мере стало ясно, что в начале любой чистки организма необходимо предварительно разжижить коллоиды организма, чтобы они выбросили все застрявшее в них, сделались текучими, а не студенистыми, свободно циркулирующими и легко подводимыми к местам выведения наружу. В противном случае загустевший студень прочно сидит в организме и держит все шлаки и тому подобное, например, загустевшая желчь в желчном пузыре. В результате любая чистительная процедура без предварительной подготовки, это называется смягчение организма, с помощью прогревания и гидротации дает небольшой эффект. Влияние продуктов питания на состояние коллоидов организма. Вся пища, которую мы с вами потребляем, представляет собой коллоидные растворы, белки мяса, молока, сыры, яйца, мучные и крахмалистые продукты, фрукты и овощи. Все эти продукты измельчаются в ротовой полости, смачиваются слюной, добухают в желудке и далее по мере переваривания и всасывания поступают в кровяное русло. В кровяном русле, лимфе, происходит встреча коллоидов организма с коллоидами, потребляемой пищей. Лишь от одного этого вязкость жидкостных сред организма увеличивается. Помимо этого, подавляющее количество питательных веществ вводится после предварительной тепловой обработки. А это означает, что они не содержат заряда и склонны к коагуляции, то есть к слепанию. Чтобы это не происходило, наш организм отдает часть своего электрического заряда. В результате этого происходит снижение заряда мицелл как в клетках, так и в крови, лимфе и т.д. Повторение этого процесса несколько раз в день и с года в год подрывает основы нашей энергетики. Коллоиды всех уровней организма сгущаются, ведь с понижением заряда ядра происходит сближение и сцепление мицелл между собой. Образуются застойные области, в которых начинаются коацерватные и коагуляционные явления, то есть сгущение, склеивание, выпадение в осадок, образование ксерогелий, то есть плотных таких образований, корочек, например, как у нас в носу происходит. Были сопли, а потом стала такая корочка плотная. Неблагоприятные условия окружающей среды, холод, сухость, сквозняки и т.д. Малоактивный образ жизни приводит к замедлению метаболизма, потреблению вареной пищи, лишенной электрического заряда, особенно склонной к образованию ксерогелий. Это молока, творога, муки, крахмала, животных белков приводят к тому, что начинают образовываться и отлагаться по всему организму различные уплотнения и камни, кисты и опухоли. И если повнимательно присмотреться к своему организму, то можно обнаружить несколько стадий этого процесса. Теряется общая гибкость, начинают мерзнуть руки и ноги, по утрам тело как деревянное, и, наконец, появляются стойкие очаги ограниченной подвижности. Если это у вас налицо, начинайте выполнять программу очищения организма. В противном случае вас ждут более серьезные проблемы, соли, камни, опухоли, кисты и т.д. Четвертое. Народная мудрость в течение тысячелетий методом проб и ошибок отобрала наиболее эффективные процедуры и средства, позволяющие очищать человеческий организм. Мы же с вами к вопросу очищения подошли с научной точки зрения и будем только практикой подкреплять вышеизложенное. В основе очищения человеческого организма лежат три главных принципа. Устранение причин загустения коллоидов, разжижения коллоидов и применение сильнодействующих, разжижающих и камнедробящих средств. Для того, чтобы устранить причины, способствующие загустению коллоидов, поступим так. А. Ограничивают или вообще исключают из питания продукты, склонные к образованию ксерогели. Мясо, рыбу, особенно молочные продукты, которые богаты казеином, животным клеем, крахмалистые продукты, особенно высокорафинированные, тонкомолотые и обезвоженные. Это хлеб, сдоба, крахмал, печенье. Это крахмалистые и клейковинные клеи. Б. Исключаем вредное влияние погодных факторов, холод и сухость, сквозняки и сухую жару. В. Изменяет малоактивный образ жизни, который способствует застою, на более активный, подвижный. Правильное и своевременное выполнение вышеуказанного позволит нам устранить главную причину всех затвердений, камнеобразований и т.д. Для того, чтобы способствовать разжижению коллоидов и усилению их циркуляции, поступаем следующим образом. А. Используем внешнее тепло в самых разнообразных вариантах. Для общего разогрева организма используют бани, ванны и другие подручные средства. Для локального прогрева полуванны, припарки, грелки, пластыри, растирки. Эти же процедуры способствуют усилению циркуляции жидкостных сред организма. В. Применяют различное питье внутрь. Здесь масса вариантов. Для разжижения и очищения коллоидных растворов используют дистиллированную воду, амагниченную дистиллированную воду, талую воду, амагниченную талую воду, противую воду и ее амагниченный вариант, а также другие варианты. Выше указанные виды воды, благодаря своей чистоте, заряду и структуре, прекрасно промывают организм, удаляя из него шлаки и нормализуя состав коллоидных растворов. Используют жидкости, насыщенные биоколлоидами, отвары, настои, соки и т.д. Подобные жидкости обладают как общим, так и специфическим эффектом, например, желчегонным или мочегонным. Их мицеллы адсорбируют на себя шлаки и выводят их из организма, т.е. кровоочищающие, а также способствуют рассасыванию сгустившегося. В особых случаях, когда затвердение приняли консистенцию тромбов, ксерогелий, камней и т.д. применяют сильные разжижающие, камнедробящие вещества и процедуры. К сильно разжижающим средствам можно отнести жидкости, обладающие большой поверхностной активностью, спирт, водку, очищенный керосин. Например, вода обладает поверхностным натяжением 72,8, а моча 64-69 дин на сантиметрах. За счет этого свойства она не только смачивает, но и проникает внутрь вещества. Это вызывает отбухание коллоидов с последующим их растворением. У паренная до 1,4 первоначального объема урина еще более сильная жидкость, сравнимая с водкой и спиртом. Внутрь организма можно употреблять разнообразные специи, которые усиливают теплотворные и циркуляторные процессы в организме. Черный перец, красный стручковый перец, корицу, гвоздику, имбирь. Очень хороша полынь, но ее надо применять осторожно. 2-3 курса в год по неделе. Практика очищения. Параграф 1. Очищение коллоидных растворов организма. По силе своего оздоровительного воздействия эта очистительная процедура стоит на первом месте, но выполнять ее необходимо только после очищения толстого кишечника и печени. Здоровье, молодость, энергетика, сверхнормальные способности в первую очередь зависят от чистоты мицелл и структурного состояния коллоидных растворов, протоплазмы клеток, крови, лимфы и т.д. Чтобы качественно выполнить эту ответственнейшую процедуру необходимо. 1. Предварительно смягчить коллоидный студень с помощью теплых процедур, например в ванной или бане. 2. Насытить коллоидный студень структурированной водой. 3. Удалить грязь, прилипшую к мицеллам коллоидного раствора. Вода должна быть наичистейшей. 4. Добавить заряд к самим мицеллам. А для лучшего очищения на время изъять поток питательных веществ внутрь организма. Итак, в течение от 3 до 6 месяцев вы регулярно посещаете парную или принимаете теплые ванны 2-3 раза в неделю по 10-15 минут. Этим вы не только добьетесь смягчения студня, но и повысите циркуляторные процессы в организме, способствующие выведению шлаков. В течение всего этого промежутка времени вы пьете и приготавливаете пищу на противо, лучше дистиллированной воде, которую перед непосредственным употреблением можно дополнительно омагнитить, пропуская через бытовой магнитотрон. Противо вода приготовляется так. Обычную кастрюлю с водой ставят в морозилку холодильника, а зимой на балкон. Через 4-5 часов достают ее. Поверхность воды или стенки уже прихвачены первым ледком. Воду сливают в другую кастрюлю. Лед оставшийся в пустой кастрюле сконцентрировал молекулы тяжелой воды, которая замерзает при температуре плюс 3,8 градуса Цельсия. А нужное для организма замерзает при температуре минус 1 градус Цельсия. Тяжелый лед надо выбросить, а кастрюльку со слитой водой поставить дальше на мороз. Как только вниз замерзнет 2 трети или около того, незамерзшую воду сливают, это легкая вода, содержащая самые разнообразные примеси. Лед оставшийся в кастрюльке и будет замерзшей противой водой, очищенной от примесей на 80% и содержащей 16 мг кальция на литр жидкости. Одесский химик Николай Друзяк определил оптимальное содержание кальция в воде для лучшей жизнедеятельности организма. Это от 8 до 20 мг на литр. Такую воду пьют долгожители. Растопите лед и употребляйте воду. Чем меньше вы будете употреблять пищу продуктов, обладающих сильными склеивающими свойствами. Это концентрированное молочное, мясное, крахмалы, клейковину. Тем лучше будет эффект. Воздержание от приемов пищи раз в неделю по 24-36 и более часов увеличит очищение. Чтобы проиллюстрировать могучее действие этой очистительной процедуры, приведем ряд примеров, в которых, к сожалению, не полностью используются механизмы, но, тем не менее, добиваются значительных результатов. Пример первый. Алексей Дмитриевич Лапза погибал от почечной недостаточности. Ранее у него уже удалили одну почку. У него был атеросклероз сосудов сердца и мозга, простуды и вообще затрудненное передвижение. В течение трех лет принимал противоводу. Похудел с 97 до 84 килограммов. Стал подтянут, энергичен, на лице румянец, как у молодого. Кожа на руках и шее гладкая, эластичная, без морщин. А ведь всего три года назад у него была крайне вязкая кровь. Набухшие вены. Все эти положительные симптомы наглядно указывают на одно – восстановление нормальных свойств коллоидных растворов нашего организма, а отсюда все поразительные эффекты. Пример два. Поль Брех регулярно проводил суточное или полуторасуточное пищевое воздержание на дистиллированной воде. Кроме этого, он принимал естественную пищу, богатую полноценными природными биоколлоидами. Такая программа позволила ему оставаться всегда невероятно энергичным, работоспособным и иметь отличную зрительную память. Пример три. Галина Шаталова в своих лекциях рекомендует использовать дистиллированную амагниченную воду. Естественно, она сама использует ее и выглядит превосходно для своих лет. Пример четыре. Норберт Уокер советует потреблять большое количество свежевыжатых соков, овощей и фруктов. Соки представляют собой природные коллоидные растворы с уже заряженными мицелиями и структурированной водой. Структурированная вода соков способствует разжижению сгустившегося студня, а мицеллы адсорбируют всю грязь из студня, очищая его. Сам Уокер прожил около 110 лет. Помимо сокотерапии, он использовал голодание и употреблял пищу, не содержащую природных клеев, животных и крахмалистых продуктов. Параграф 2. Комбинированное очищение коллоидов клетки и внутренних сред организма. Весьма хорошо в этом отношении зарекомендовал себя отвар из молодой хвои, ели, сосны, пихты. Вкус этого отвара вяжущий. Свойства вяжущего вкуса таковы. Высушивающие, обволакивающие и выводящие. Улучшает цвет кожи, сильно охлаждает. Отвар используют двояко. Внутрь в виде питья и наружно в виде ванн, а также совместно. Для употребления внутрь отвар делается следующим образом. 5 столовых ложек мелко измельченных иголок молодой хвои, ели, сосны, пихты текущего года заливают пол-литрами кипятка из противоя воды. Варят на малом огне 10 минут, настаивают в теплом месте ночь, процеживают. Отвар помещают в термос и принимают в теплом виде в течение дня вместо воды по полстакана 4-6 раз в день. На каждый новый день отвар готовится свежим и принимается только в теплом виде 36-40 градусов Цельсия. Продолжительность курса индивидуальная. Ориентиром его продолжительности служит собственно моча. Так, показателем того, что отвар начал действовать, будет появление помутнения в моче. В зависимости от растворения шлаков и солей, она будет окрашена в самые различные цвета. Как только моча примет свой естественный цвет и прозрачность, чистка окончена. Весьма хорошо проводить подобный курс очищения после Нового Года. Во-первых, выбрасываются посленовогодние елки. Не надо никуда ходить за хвоей. Во-вторых, в это время года наиболее силен биоритм почек и мочевого пузыря, что не позволит им перегружаться обильным выведением шлаков. Для того, чтобы принимать хвойную ванну, берут сосновые иглы, мелко изрезанные веточки и изрезанные еловые шишки. Всего около 1 кг сухого веса. Кипятят 30 минут в 7-8 литрах воды. После чего хорошо закрывают и оставят настаиваться 12 часов. Хороший настой хвои имеет коричневый цвет. Далее его выливают в ванну с теплой водой 36-40 градусов Цельсия. Сам прием процедуры колеблется от 10 до 20 и более минут, но зависит от самочувствия. Температуру воды от процедуры к процедуре постепенно увеличивают. Но самочувствие в этом вопросе самый главный критерий. В неделю делает 2 или 3 такие ванны. После процедуры прохладный душ 10-20 секунд. Цикл подобных ванн длится около месяца. Комбинирование хвойных ванн с питьем хвойного отвара еще более усиливает очистительный эффект. Критерием окончания такого комбинированного цикла будет служить чистая моча. Валерий Тищенко указывает, что отвар хвои выводит из организма, помимо ядов и шлаков, радионуклеотиды. Подобное очищение уничтожает 80% всех болезней. О хвойных ваннах великолепно отзываются. Севастян Кнейп, Петр Куренов, Алексей Залманов. При этом Кнейп и Куренов указывают на очищение кожи сосудистого русла и стимуляции нервной системы. Залманов, помимо вышеуказанного, указывает на очищение каждой клеточки организма от токсинов усталости, то есть микротрупов, которые естественно образуются в результате жизнедеятельности и должны быть своевременно удалены. Если это делается организмом с трудом, то происходит самоотравление, первым признаком которого является быстрая утомляемость. Также этот отвар хорошо воздействует и на очищение крови от микропаразитов. Параграф 3. Очищение организма от шлаков и соли. Интересное теоретическое обоснование очистительному процессу дал Борис Болотов. Согласно его наблюдению, из организма взрослого человека может выйти от 2 до 3 кг соли, засорившей в основном соединительную ткань и кости. Всю очистительную процедуру он рекомендует проводить в два этапа. Мы с вами разберем его рекомендации, а заодно попробуем увеличить их отдачу, подкрепив это примерами. Первое, что рекомендует Болотов, превратить шлаки, залегшие в организме, в соли. Второе, подобрать такие вещества, которые способствовали бы выведению из организма соли. Для того, чтобы избавиться от шлаков, засевших в соединительной ткани, Болотов рекомендует воздействовать на них кислотами. Нужно с пищей вводить такие кислоты аскорбиновое, пальмитиновое, никотиновое, сиариновое, лимонное, молочное, и тому подобное, которые, с одной стороны, были бы безопасны для организма, а с другой стороны, чтобы они могли растворить шлаки, превращая их в соли. Такие кислоты образуются в результате кислородного брожения клеток животного происхождения. Болотов для этого рекомендует соленые огурцы, помидоры, капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, моченые яблоки, пиво, многие вина, включая наливки, портвейн, когор, каберне, дрожжевые блюда, молочнокислые продукты, творог, сыр, брынзу, кефир, джаженку, ацедофильные продукты, кумыс и тому подобное. А также фруктовые уксусы, но они должны быть натуральными. Далее он подчеркивает, что каждый человеческий орган приспособен к использованию своих кислот. Поэтому необходимо как можно шире разнообразить их применение. Фруктовые уксусы желательно употреблять с прокисшим молоком. Для этого удобно их вводить по чайной, иногда по столовой ложке на стакан прокисшего молока, то есть простокваши, с добавлением чайной ложки меда. Употреблять во время еды один раз в день. Уксус необходимо добавлять в чай, кофе, в супы и бульоны. Во время перевода шлаков и соли желательно отказаться от растительного масла, которое обладает сильным желчегонным свойством и существенно замедляет процесс превращения шлаков в соли. Пищу рекомендуется в этот период употреблять преимущественно мясную или рыбную для более сильного закисления внутренней среды. Итак, суть первого этапа создать всеобщее закисление организма и вводить продукты, запускающие механизм брожения. Соленые огурцы, квашеную капусту и так далее. При этом стараться как можно больше разнообразить дрожжевые приготовления. Дрожжи бывают разные, помните. Субстратом до них могут быть бактерии, живущие в кишечнике овцы, дикого кабана и так далее. После сладких продуктов, чая, компота и тому подобного рекомендуется класть на язык несколько крупинок поваренной соли. Это вызывает реакцию желудка и заставляет его выбрасывать кислые ферменты, пепсины, которые способствуют лучшему переводу шлака в соль, а также уничтожают больные клетки организма. В заключении, Болотов подчеркивает, что шлаки не сразу могут быть превращены в соли даже при систематическом окислении. Кислоты и щелочи с большим трудом попадают туда, куда надо. Поэтому важно для проведения данной процедуры заниматься физической работой, а также массировать тело. В результате превращения шлака в соли в организме образуются соли, минеральные, щелочные, кислые, растворимые в воде и нерастворимые. Наблюдения показывают, что обычно не растворяются соли щелочные, минеральные и жирные типа уратов, а также фосфаты, оксалаты. Есть такой принцип – подобное растворяется подобным. Например, в керосине растворяются все нефтепродукты – солидол, солярка, парафин и т.д. В спиртах растворяются все спирты – глицерин, сорбит, ксилит и т.д. Болотов подчеркивает, что этот принцип можно успешно применять и для растворения щелочных солей в организме. Для этого необходимо вводить также щелочи, но безопасные для жизнедеятельности организма. Отвары некоторых растений или соки. Чай из корней подсолнуха растворяет многие соли. С осени запасают толстые части корней, срезают мелкие волосатые корешки, тщательно моют и сушат, затем их дробят на мелкие кусочки, величиной с фасоль, и кипятят в эмалированном чайнике. На 3 литра воды 1 стакан корней. Кипятят около 1-2 минут. Чай необходимо выпить за 2-3 дня. Затем эти же корни вновь кипятят, но уже 5 минут в том же объеме воды. И также выпивают за 2-3 дня. Закончив пить чай с первой порции, приступают к следующей и т.д. Этот чай пьют большими дозами через полчаса после еды. При этом соли начинают выходить только после 2-3 недель. Моча будет ржавого цвета. Пить до тех пор, пока она не станет прозрачной, как вода. Во время этого очищения нельзя есть острые, кислые и соленые блюда. Пища должна быть слегка подсолена и преимущественно растительная. Хорошо растворяет соли чай из порыша, полевого хвоща, арбузных корок, тыквенных хвостов. Прекрасно растворяются соли с соками корней петрушки, хрена, листьев мать и мачехи, цикория, репы, топинамбура, это земляная груша. Доза не более 100 граммов через 30 минут после еды. Наиболее практично у нас использовать сок черной редьки. Он прекрасно растворяет минералы в желчных протоках, желчном пузыре, почечных лоханках, мочевом пузыре, а также в сосудах. Для этого берут 10 килограммов клубни черной редьки, обмывают их и не очищая кожуры выжимают сок около 3 литров. Сок хранят в холодильнике, а жмыхи перемешивают с медом в пропорции на 1 килограмм жмыха 300 граммов меда, либо 500 граммов сахара. Далее добавляют еще молочную сыворотку. Все хранится в тепле в банке под прессом, чтобы не пресневело. Сок начинают пить по 1 чайной ложке через час после еды. Если боли в печени ощущаться не будут, то дозу можно постепенно увеличивать от 1 столовой ложки до 2 и в конце концов до 100 граммов. Сок черной редьки является сильным желчегонным продуктом. Если в желчных протоках содержится много солей, то проход желчи затруднен, отсюда боль. Прикладывайте на область печени водяную грелку, принимайте теплые ванны. Если боль терпима, то процедуры продолжаются до тех пор, пока сок не кончится. Обычно боль ощущается только в начале, потом все нормализуется. Соли выходят незаметно, но эффект от очищения огромен. Процедуры следует выполнять 1-2 раза в год, соблюдая в это время пресную диету, избегая острых и кислых продуктов. Когда сок заканчивается, начинайте употреблять жмыхи, которые к тому времени уже прокиснут. Употреблять во время еды по 1-3 столовые ложки, пока не закончится. Это особенно укрепляет легочную ткань и сердечно-сосудистую систему. Итак, подведем итог болотовским рекомендациям и выделим основное. Первое. Необходимо усилить окислительные процессы в организме. Второе. Необходимо регулярно насыщать организм безопасными кислотами. Третье. Эти кислоты должны охватывать все человеческие органы, потому что для каждого своя. Четвертое. На период перевода шлака в соли диета должна способствовать окислению внутренней среды организма. Сам болотов рекомендует в это время принимать больше закисляющий организм пищи. Мясо, рыбу, яйца, молочные грибы. Пятое. Подобрать такое вещество носитель, чтобы оно легко проникало во все закоулочки организма и приносило туда кислоты для окисления шлаков в соли. Шестое. Подобрать безопасные подобные растворы для растворения солей. Седьмое. Предпочтительно соблюдать растительную диету. Первые пять пунктов касаются первого этапа очищения перевода шлаков в соль. А пункты шестой и седьмой касаются второго этапа растворения и выведения солей из организма. Сложновато, не спорю. Хотя при желании можно выполнить указанные семь пунктов. Но даже и в этом случае сам Болотов указывает. Ожидать быстрых результатов не следует. Требуется продолжительная работа. Но все упрощается, укорачивается и значительно повышается эффективность, если использовать для этого уникальную ткань собственного организма урину, то есть собственную мочу. А для всеобщего закисления – голодание. Тогда схема выглядит совсем по-другому. Первое. Усилитель окислительных процессов в организме – это теплота, горячие ванны, парная. Два и три. В собственной урине находятся все кислоты и конкретно для каждого органа свои в безопасной концентрации. Четвертое. Урина – сильный закислитель жидкости. Она идеально удовлетворяет этому пункту. Но эффективность можно многократно усилить, если человек будет голодать. Голодание, во-первых, собственное мясное питание. Во-вторых, происходит сдвиг внутренней среды организма в кислую сторону. Сочетание приема собственной урины внутрь на фоне голодания – сильнейший естественный закислитель организма. Это воистину божественный процесс, данный нам для исцеления самых страшных болезней. Пятая. Основа урины – это структурированная жидкость организма, которая обладает наилучшими проникающими свойствами. Шестое. Урина идеально удовлетворяет и этому основному гомеопатическому принципу. Подобное растворяется подобным. Седьмое. Есть овощи и цельные каши на воде, которые способствуют умеренному ощелачиванию организма. Прикладывать компрессы из старой, то есть в которой появился сильный аммиачный запах. Упарены до 1,4 первоначального объема урины в виде компрессов на места концентрации солей. Это будет способствовать их растворению. В результате мы опять вписываемся в схему очищения, предложенную древними мудрецами. Первое. Смягчение коллоидов и окисление шлаков соли с помощью предварительного прогрева всего организма. Второе. Растворение солей, а также их выделение с помощью жидкости, их породившей, то есть урины. Отсюда наиболее быстрая и эффективная чистка организма от шлаков и солей следующая. Голодать в течение 3-7 дней. Ежедневно во время голодания принимать горячие ванны или парную по 10-20 минут. При этом самочувствие основной критерий. Пить желательно от 3 до 5 раз в день по 100 граммов урины и противоводу по надобности. Ежедневно делать клизмы с 1 литром урины, собранной заранее. В случае сильного поражения организма солями, дополнительно на места их концентрации делать компрессы из старой, то есть сильно пахнущей азотистым запахом, аммиачным запахом упаренной урины. В качестве контроля этого очистительного процесса используют увеличение гибкости с каждым днем. Это указатель избавления от соли. После голода возрастает жизненность организма во всех ее проявлениях, увеличивается работоспособность, выносливость, половая сила и так далее. Последующее правильное питание значительно продлевает полезный эффект такого голода. Если так поступать 3-4 раза в год, то вам вообще не понадобится никаких процедур для очищения организма. Это самое лучшее из всех известных. Автор, поступая подобным образом, приобрел юношескую гибкость и невосприимчивость к болезням. Теперь перейдем к конкретным примерам, в которых задействована лишь часть очистительных механизмов с уриной. Пример первый. Вот что сообщает Анна Романовна из города Павлоград. У меня постоянно болело горло, особенно к осени и зимой. Печень поболела, так как дважды болела желтухой. Первую неделю пила всю мочу. И у меня не жидкий стул стал, а наоборот запор. Стала пить сырую воду в теплом виде. Стали отекать веки. Я стала меньше мочи пить 2-3 раза в день, а потом только по утрам. Растиралась за месяц 3 раза в 23 часа. Под конец месяца лечения плохо почувствовала себя. Печень стала болеть, сильные рези, иногда весь бок болит. Я все лечение бросила, сейчас сижу только на соках. Кушать нельзя. Сок пью в основном тыквенный. Особенно по ночам болит печень. Врач сказала, что возможно была где-то ранка, а моча разъела и стала рана. Вот я и думаю, что может и печень моча разъела. Моча сейчас мутная, густая и сильно темная. Что же теперь мне делать? Пока не лечилась, была моча светлая, хорошая. Домашние ругают меня, что я всему верю. Я сильно истощала, а кушать не могу. Кто же теперь меня вылечит? Комментарии и рекомендации. Эта женщина переполнена шлаками, частая простуда и больная печень. Массированное употребление урины внутрь в течение недели привело к мощному выбросу и в кровяное русло, что привело к перегрузке выделительных систем. Стал отказывать кишечник и заболела печень. Муть мочи говорит о запуске выделительного механизма шлаковых солей. Это очень хорошо. Теперь этот процесс надо довести до конца. Для его обеспечения желательно очистить толстый кишечник и печень. Приведу высказывание Бориса Болотова. Однако следует помнить, что положительные результаты лечения не могут быть получены без стрессовых состояний в организме. Анна Романовна переживает как раз этот момент. Надо терпеть и помогать собственному организму пить больше талой воды, ходить в парную. Если человек этого не понимает, безграмотен, то пусть начинает очень осторожно, прислушиваясь к поведению своего организма, а не к глупцам, которые могут сказать, что моча разъела печень. Пример 2. А.Н. 47 лет. Город Павлоград. Я уже второй год занимаюсь по вашим книгам. Это оринотерапия и целительные силы. За первые полгода я, честно говоря, воскрес. У меня болели суставы, выкручивало ноги, частые судороги. Заклинивало суставы на руках и ногах. Я рассыпался. Диабет, ревматизм, экзема, немного псориаз, грибковые заболевания. Это все практически меня оставило в покое. И я стал неутомим в танцах и очень резко повысился мой жизненный тонус. Два раза чистил печень. Первый раз оливковое масло 200 граммов и 200 граммов урины. 100 граммов старой, более 7 дней выдержки. 100 граммов свежей. То есть лимонов вообще не было. Чистка была очень жесткой. Вечером немного пронесло, а утром, примерно с 4 до 7 часов, меня сжимало и выкручивало в течение этих 3 часов почти непрерывно. Я был поражен этим. Из меня текло непрерывно и коричнево, и черное, и хлопья, и какие-то куски выходили. Я похудел на 12 килограмм за неделю. Вторую чистку печени я делал в ноябре. Эффект был намного скромнее. Хотя я выпил уже 300 граммов оливкового масла и 300 граммов лимонного сока. Комментарии и рекомендации. Этот человек был переполнен шлаками. Отсюда такое обилие болезней. И совершенно случайно для себя он применил одну из эффективнейших очистительных процедур, которые вообще существуют в природе. С оливковым маслом он принял 100 граммов старой, более 7 дней выдержки урины. Чтобы понять механизм ее действия, снова обратимся к Борису Болотову. Болотов специально изучал действия ферментов, продуктов жизнедеятельности клеток, растительного и животного происхождения. Дрожжи, бактерии молочных сывороток, естественных для человеческого организма. В результате он установил, что ферменты, образующиеся от подобных бактерий, обладают способностью обновлять и очищать все поверхности, на которые они попадают. Кожу, желудочно-кишечный тракт, глазные, носоглоточные, ушные, легочные, влагалищные пространства. Сам Болотов рекомендуют для получения этих ферментов взять 3 литра молочной сыворотки, 1 стакан сахара, 1 стакан сухой или нарезанной свежей травы чистотела. Траву поместить мешочек из марли и с помощью грузила, ну камешка, опустить на дно. Если молочная сыворотка при творожении перегрелись, молочные палочки погибли, то следует добавить 1 чайную ложку сметаны, в которой всегда содержатся здоровые молочные бактерии. Банка накрывается 2-3 слоями марли, чтобы не завели свинные мошки. Ее следует хранить в теплом затененном месте. В течение 2-3 недель сформируются весьма сильные особи молочнокислых бактерий. Продукты их жизнедеятельности обладают способностью обновлять и очищать все поверхности человеческого организма. Если полученный квас употреблять 2 недели по полстакана за полчаса до еды, то практически полностью будут очищены и восстановлены эпителиальные поверхности желудка и кишечника. Если мы теперь вернемся к урине, то в ней при старении идут свои бродильные процессы с выработкой полезнейших для организма ферментов, как молочная сыворотка. И если такую урину принять внутрь, как это сделал Айн, то она начнет очищать и обновлять эпителиальные ткани организма. Сила такого очищения невероятная, а последующий эффект уникален. Кстати, этот человек правильно оценил происходящее с ним, как очистительный кризис. Вышло 12 кг болезненно измененной ткани, а не завопил, а травили. Вылечьте меня. Пример 3. Галина Марковна из города Днепропетровска. Месяц назад труд по оринотерапии попал мне в руки. И за месяц такие разительные успехи. Я легко пишу вам правой рукой. Мой диагноз с 1983 года ревматоидный полиартрит, аневризма брюшного отдела аорты. Сои было 60-75, а сейчас 40-30. Не пью никаких таблеток. Комментарии и рекомендации. Чтобы полностью излечить исковерканные ревматизмом суставы этой женщине, необходимо ежедневно сильное пропаривание больных мест с наложением на них компрессов и старой упаренной мочи. Питание ограничится употреблением ощелачивающих растительных продуктов, а также увеличит двигательный режим с целью скорейшего окисления шлаков и вымывание солей. Естественно надо очистить толстый кишечник и печень. Пример четыре. Инвалид войны Михаил Григорьевич из города Харькова. В 1990 году заболели стопы ног. Ходил с большим трудом. Работал на заводе. Много потрудились врачи завода, но безрезультатно. Отправили в Ялту на курорт. Там тоже ничего не помогло. Решил применить уринотерапию. Собрал мочу от всех членов семьи и свою всего 3 литра. Стал подогревать и делать на ночь ванночки в течение 15-20 минут. После второй ванночки боли прекратились. Всего принял 10 ванночек. Комментарии и рекомендации. Ванночки из урины быстро вытянули соли. Этому же способствовала и теплота на будущее. Надо изменить питание. В противном случае соли опять могут отложиться. Пример пять. София Яковлевна из города Новочеркасска. Моему мужу очень помогли компрессы на ступни. Крупные наросты исчезли после трех компрессов. Большое вам спасибо. Комментарии рекомендации. Последовательно пройти все виды главных очищений и наладить питание. Пример 6. Марина Викторовна, 33 года, город Киев. В 28, через год после Чернобыля, схватила полиартрит. Это совпало с беременностью. Пару лет пыталась компрессами с ними бороться. Еще через год зимой со слезами обувала сапоги. Были воспалены суставы. На них синюшные припухлости. Тоже появилось и на пальцах рук. Да печень была не в порядке. В 1990 году начала голодать по полю брегу 24 часа в неделю. С начала 1991 года прошла курс очистки без очистки лимфы по Семеновой. Поскольку суставы здорово поджимали, совместила чистку печени с интенсивным голоданием. За полтора месяца примерно две недели голодала. Сделала три чистки с интервалом 3-4 недели. После первой же чистки печени на утро спали опухоли с пальцев рук, но осталась болезненность суставов. Потеряла примерно 10 кг веса. Стала себя гораздо лучше чувствовать, но печень довольно часто побаливала и суставы воспалялись после очень небольших перееданий. Сдержать себя было очень трудно, так как из-за интенсивного голодания и наверное аханий близких по поводу худобы был бешеный аппетит. При дачу прекратился менструальный цикл. Сейчас я знаю, что голодание было просто слишком большим стрессом для моего организма, но была и причина. Примерно двухлетней давности воспаление придатка, о чем я и не подозревала, хотя по скудности месячных чувствовала, что что-то неладно. Пробовала пить душицу, но мало результативно. С марта этого года, под влиянием рассказов знакомых об успешном лечении уриной, начала пить мочу один раз в день по 150-200 граммов, плюс голодание раз в неделю по 36 часов с приемом мочи, как обычно, один раз в утром за час-полтора до еды. В течение дня голодания пила воду. Через одну неделю, после начала уринотерапии, началось сильнейшее расстройство желудка, которое продолжалось две недели, с выделением невероятного количества слизи. Дополнительно очистилась и печень, ночью самопроизвольно. Расстройство прекратилось неожиданно, вместе с восстановлением менструального цикла. Кровотечения не было, но по ощущениям я поняла, что дело пошло на лад. Это через три недели после начала уринотерапии и после годового перерыва менструального цикла. Восстановился прежний вес за эти три недели. Я набрала примерно 6-7 килограмм. Еще через две недели полностью спали опухоли суставов рук и ног. И осталось болезненно с суставом на двух пальцах. Раньше были тронуты почти все пальцы. Через месяц или семь недель с начала уринотерапии полностью восстановился менструальный цикл. Менструация прошла совершенно безболезненно и обильно как раньше. Через 8 недель с начала уринотерапии полностью прошла болезненность суставов, успокоилась печень и желудок, были гастритные явления. Настолько успокоились, что съедено на пасху огромное количество сдобы, правда, наверное, хорошо, что само по себе, как отдельный прием пищи, сошло мне с рук. Раньше обязательно бы болела печень и воспалились суставы. Под влиянием опыта моей знакомой, попыталась голодать на всем количестве выделяемой за день мочи. К вечеру воспалились два сустава на пальцах рук и не могла спать ночью из-за боли в тазобедренном суставе. Забыла написать, что кроме пальцев рук и ног болел и тазобедренный сустав в начале лечения. В течение следующей недели боли прошли. Решил отказаться от этого способа и по-прежнему голодаю 36 часов на 1-2 утренних порциях урины и воды в течение дня. Наверное, для суставов голодание на моче не очень хорошо. Еще ежедневно натираю тело свежей уриной. Комментарии и рекомендации. Для того, чтобы нормализовать минеральный обмен в организме, надо было очистить печень, чтобы была сделана. Отсюда положительный результат. Однако, осталась слизь, которая мешала работе всего организма. Чтобы ее выгнать, необходимо было закислить организм с помощью тепловых процедур голодания и урины. И это было сделано. Уринотерапия и голод. Сильнейший очистительный кризис привел в норму работу всего организма. Нормализовался вес, менструальный цикл, солевой обмен. Теперь Марине Викторовне необходимо продолжать восстанавливать нормальное коллоидное состояние тканей, правильное питание, то есть не есть сдобу, применять теплые гидропроцедуры в ванны, парилку и не увлекаться голоданием в холодное время года. По утрам есть проросшую пшеницу и в течение дня употреблять талую воду. Пример 7. Зинаида Ивановна, 56 лет, Краснодарский край. На второй день применения урины упаренной и свежей внутрь результаты просто поразительны. Стало тепло, настроение хорошее. Ноги перестало сводить, поясница не болит. Боль ощущалась слабо, где-то в глубине, три дня. Через шесть дней боли совсем исчезли. Резиновые сапоги перестали влиять на ноги. Пример 8. Надежда Алексеевна, город Энергодар. В 1979 году моя мама вылечила шпоры на обоих пятках. Она делала на ночь компресс из мочи, а днем в носки клала пучок травы по велики и так ходила весь день. За три летних месяца она полностью избавилась от шпор. Делали рентген снимки и врачи очень удивились результатом. Комментарии и рекомендации. Здесь нет ничего удивительного, а просто природный процесс. Компрессы из урины способствуют закислению этих участков тела. В результате интенсивно идут окислительные процессы, разрушающие шпоры. Сок травы по велики способствует ощелачиванию соли. Так попеременное воздействие кислой и щелочной среды растворило и вывело все ненужные соли. Очищение от солей с помощью лаврового листа. В заключении этого раздела приведем хорошо зарекомендовавшую себя чистку от солей с помощью лаврового листа. 5 граммов лаврового листа опустить в 300 граммов воды и кипятить в течение 5 минут с последующим настаиванием в термосе. Раствор слить и пить его с перерывами маленькими глотками в течение 12 часов. Все сразу нельзя. Можно спровоцировать кровотечение. Процедуру повторить 3 дня. Через неделю можно повторить вновь. Не удивляйтесь, если появится розовое мочеотделение. Может быть каждые полчаса. Дело в том, что соли начинают так интенсивно растворяться, что раздражают мочевой пузырь. Убедиться в том, что очень энергично происходит растворение солей, можно через неделю-две. Если у вас не поворачивались или болели суставы, наблюдались погодные боли, то вы увидите, что все становится достаточно подвижным и боли уходят. Пример Наталья Николаевна, 47 лет, город Москва. Пила лавровый лист 5 раз. Остеханроз шейного отдела практически ликвидирован. Анализ народной медицины в борьбе с ревматизмом. Чтобы самим себе глубже уяснить суть вопроса по очищению организма на коллоидном уровне, разберем рекомендации знахари, травников и лекарей для лечения ревматизма суставного и мышечного, что в принципе есть крайнее сгущение коллоидов этих тканей. Для этого воспользуемся рецептурой русского народного лечебника Куринова и моим водолечением Себастьяна Кнейпа. Все рекомендации можно разделить на три большие группы. Разогревание пораженных мест снаружи с использованием мази и настоек. Всевозможные общие и локальные прогревания и прием разжижающих средств внутрь. Первая группа. Растирание настойкой корня борца на спирту. Рецепт сложной растирки на основе крепкой водки, нашатырного спирта, стручкового красного перца и так далее. Растирка на основе имбиря. Растирка на основе горчицы и соли. Втирание в больные места травы бодяги с маслом. Втирание бальзама, серной кислоты и льняного масла. Настой березовых почек на крепкой водке. Земляные черви, настоянные в водке. Мазь на основе камфоры, горчицы и спирта. Компрессы на керосине. Втирание мази на основе оливкового масла. 10-20 стручков красного перца и очищенного керосина. Вторая группа. Зарывание больного на 1,5-2 часа. Теплую навозную кучу. 20-25 сеансов. Далее. Прогревание сухим песком. Далее. Залезть в мешок с березовыми листьями или погружать туда пораженные конечности. При этом происходит обильное потение. Далее. Возможно. Лечение муравьями. Укусы. Муравьиная настойка как наружно, так и внутрь. Далее. Полное закапывание в горячий песок на пляже. Далее. Лечение пчелиными укусами. Далее. Прогревание в бане и в ваннах с различными отварами трав. То есть что-то одно используется. Третья группа. Прием внутренностойки из древесных стружек на спирту. Прием внутренностойки корня сарсапарели на водке. Употребление внутрь свежевыжатых соков овощей, сельдерея и морковки. 10 частей сока сельдерея и 22 сока моркови. И всего лишь как дополнение рекомендуется есть вегетарианскую пищу. В основном фрукты и овощи в сыром виде. А также голодать для скорейшего освобождения от солей. Даже из такого краткого анализа знахарских средств в борьбе с ревматизмом видна их однобокость. Либо общий прогрев, либо растирка, либо прием разжижающего средства. Но если причина сгущения коллоидов не холод, а поглощение пищи, природных клеев, крахмалистого, казиного, то причина остается и ревматизм возвращается. Поэтому вышеуказанные подходы, исключение из пищи природных клеев, очищение толстого кишечника и печени, всеобщий прогрев организма и употребление природного закислителя внутренней среды, мочи или ощелачивающих продуктов в виде щелочных отваров и соков действительно универсальный подход, позволяющий избавиться от этого заболевания раз и навсегда. Очищение организма от опухолей, доброкачественных, кистозных, раковых, полипов, глистов, патогенных микроорганизмов. Итак, чтобы хорошо разобраться в этом запутанном вопросе, нам нужна прочная научная основа. И здесь нас в который раз выручает Борис Васильевич Болотов. Он утверждает, что клетки, несмотря на их количество и разнообразие, могут быть растительного и животного происхождения. Причем растительные клетки при своей жизнедеятельности образуют щелочные вещества и могут существовать только в щелочной среде. Животные клетки, наоборот, продуцируют кислую среду и способны проживать только в ней. Отсюда Борис Васильевич делает следующий вывод. Все болезнетворные клетки для животных относятся к растительным, а болезнетворные клетки для растений к животным. Другими словами, человек или животное могут болеть только от растительных клеток. Раковые клетки – это также клетки растительного происхождения. Но поскольку растительные клетки могут существовать лишь в щелочной среде, то заболевание какого-либо органа у человека возможно только при ощелачивании этого органа. Теперь становится понятным, что при заболевании какого-либо органа у человека происходит типичное гниение этого органа и его ощелачивание. Если организм будет надежно окислен, то болезнетворных процессов быть не может даже в принципе. Но надо следить за тем, чтобы не перекислить среду желудка и не нарушить кислотно-щелочный баланс организма в целом. Окисление должно преобладать над ощелачиванием. В противном случае приобретается гастрит. Я вообще встречал очень мало людей, которые на основе теории предлагали бы наипростейшие, наидоступнейшие рекомендации, основанные на внутренних процессах самого организма. К сожалению, Болотов пошел по пути усложнения. Он рекомендует для закисления организма в профилактических и лечебных целях употреблять огромный ассортимент. Ведь согласно его наблюдению, каждое квашение подходит для своего органа. Значит, кислые овощи, фрукты, растения, крупы, бобовые, мука и так далее. Когда мы будем говорить о пищеварении, а также биологической ценности продуктов питания, то поймем, что Болотов предлагает нам далеко не лучший вариант. На основе этой теоретической установки автор предлагает естественный метод очищения, подкрепляя его примерами из практики. И опять для закисления организма мы будем использовать собственную урину и голод. Пример первый. И. Город Губкин. Шесть лет назад была удалена киста правого яичника. И вот опять киста, но слева. Врач посоветовал на операцию. Десять дней голодала, пила урину четыре раза в день по 75 граммов теплой и свежей. Сначала киста уменьшилась в два раза, но сейчас ее не обнаружили. Все это как фантастика. Пример 2. Н. Город Терновка. Одно время были сильные боли в груди. Затвердение. Хотела идти в больницу. А здесь эта книга. Дай, думаю, попью. Затвердение груди прошло. Пример 3. Д. Семьдесят шесть лет. Город Волгодонск. В 1988 году у меня обнаружили рак левой груди. Операцию делать не стали. Плохая кардиограмма. До 1990 года я ничего не делала, а опухоль выросла до размера гусиного яйца. Боли не было. В октябре 1990 года я начала лечение уринотерапии. Пила мочу натощак по утрам, а на грудь делала компресс. Я не голодаю, а ем два раза. В 10 утра овощи вареные, яйцо, а в 3 часа дня обед овощи снова, свекла, морковь и свежая капуста в виде салата и суп с постным мясом. Не ужинаю. Пью сырую воду глотками. До июля месяца нынешнего года никаких изменений не было. Вроде рост опухоли приостановился. В июле из соска выделился гной, а затем и кров. В августе на соске образовалась рана размером в 2 копейки. Из нее стала бить струйкой кров, а из-под соска потекла ручьем. Выделяется сразу по одной трети ковша. Сама и останавливается. Мои дети, а я живу у них, привозили из больницы онколога. Он посмотрел и сказал, что так не должно быть. Он не знает, что со мной. Порекомендовал лечь в больницу для облучения. Я отказалась. Объяснила ему, что пью мочу и делаю компрессы с ней. Он пожал плечами и ничего не сказал. Сентябрь и октябрь с кровотечением было часто через день, а вот с 1 декабря почти ни разу не было, только гной. Вокруг соска образовалось много водянок по одной и группами. Они полопались и из них выделяется гной и кров. Очень чешется грудь. Я делаю два компресса с вечера и ночью. Делала и днем, но высыпалась сильная сыпь. Не стала делать компресс, а грудь смазываю подсолнечным маслом, прокипяченным в бутылке в ведре. Может нельзя? Я голодую один день, сутки в неделю. Могу постепенно довести до трех суток. Больше боюсь, так как весь день дома одна. После выделения крови мне делается легко, но сильная слабость. Я мало двигаюсь, только по нужде внутри квартиры. Очень болят суставы коленей, стоп. Еще у меня гастрит с повышенной кислотностью и холецистит, а также катаракта. Поэтому прошу писать ответ покрупнее. Комментарии и рекомендации. Эта женщина стала поступать правильно. Закислять свой организм уриной и локально применять компрессы. Примерно через 7 месяцев это дало свои результаты. Раковая опухоль растительной клетки была убита закислением, а также обратным воздействием раковых клеток на самих себя. Гемеопатический принцип подобно лечится подобным и возросшими защитными силами организма. Начался процесс отторжения организмом убитых раковых клеток. Из соска началось выделение гноя и крови. Образовалось много водяна, которые лопаются, выделяя гной из сукровицы. Что в этом случае надо делать? Настал один из важнейших моментов в исцелении. Чтобы разлагающаяся опухоль не отравила организм, а это частенько бывает именно на этой стадии, необходимо еще сильнее закислять организм, пить побольше урины, делать уриновые клизмы. И несмотря ни на что, то есть пусть разъедает упаренная урина грудь, все после восстановится, круглостуточно держать компресс из упаренной урины на груди, чтобы он постоянно тянул из груди гной. Периодическое голодание будет способствовать этому процессу. Выше указанный процесс лечения можно было бы значительно ускорить. Для этого надо было бы сделать следующее. Первое. Очистить толстый кишечник и особенно печень. Второе. Полностью отказаться от белковой пищи, заменив ее кашами на воде. Третье. Почаще применять голод от одних до трех и более суток и побольше держать компрессы из упаренной урины. Четвертое. Побольше двигаться и почаще париться. Это дополнительно закисляет организм и активирует деятельность рассасывающих ферментов. Прогревание организма парной длительно время уже практикуется немецкими врачами в борьбе с раковыми опухолями. Вот так надо поступать в таких случаях. Запускать естественный процесс исцеления. Помните, мы сами своим невежеством создаем в организме условия для роста опухоли растительных клеток. Создав кислые условия, мы убираем причину, породившую их. И раковые клетки погибают. Химиотерапия, облучение, операция только ослабляет в вас организм, абсолютно не затрагивая причины, породившие рак. В результате после такого лечения, в кавычках, опухоли растут еще быстрее, губя невежественных и доверчивых людей. Но так не должно быть. Пример из книги «Тайна напитка богов» Масленникова. Красноярский журналист Ка рассказал мне о своей тёще. Она лежала в онкологии с диагнозом рак матки. С таким же диагнозом вместе с ней в палате находилось еще 12 женщин. Прослышав от кого-то об уринотерапии, чёща Ка, выписалась из больницы и приступила к этому виду лечения. И поправилась, прожила еще 10 лет. А остальные 12 женщин, что лежали когда-то в одной палате с ней, еще тогда ушли, как говорится, в мир иной. О полипах толстого кишечника уже говорилось ранее. Но совсем не лишним напомнить читателю, что они представляют в организме чужеродные клетки-паразиты. Причиной их появления является извращение PH внутренней среды организма. Наиболее часто такое наблюдается в желудке и толстом кишечнике. Из кислых эти среды становятся гнилостными, щелочными. Гниль пищи, особенно белковая, молочная, мясная. Идеальная среда для их выращивания. Закисляя, приводя в норму PH этих отделов, мы тем самым лишаем их питательной среды. И они самопроизвольно выходят в виде белых лент, сгустков и тому подобное. Пример. Екатерина Тихоновна, инвалид первой группы, город Губкин. Перенесла 8 операций под общим наркозом. Удалили пулю из протока печени. 17 дней среднюю урину собираю между 3 и 4 часами утра. Пью по 3 глоточка упаренная до 1 четвертой. Исчез диабет. Думаю, что у меня стал работать в кишечник. Исчез полив в желудке. Мягче живот стал и сердце лучше работает. Об избавлении от глистов с помощью урины уже говорилось. На это же указывают и наши предки. Применение урины самое лучшее и безопасное средство в этих случаях. Клизма упаренной урины и питье свежее лишает глистов зацепки, слизи, гнили, в которой они живут. Уриновое закисление выводит их прочие из организма. Особенно это касается астриц, наиболее распространенных и трудно излечимых паразитов. Пример. Автор самолично избавился от астриц клизмами из упаренной урины. Регулярное питье свежей урины лишало их зацепки, хотя они продолжали поступать вместе с овощами и фруктами. Вот уже прошло больше года, но никаких следов не обнаружило. Дополню, вот мне уже 66 лет, а книга была написана в 1991-1992 годах. Я не ощущаю их присутствия в собственном организме. Далее. Пример. Его прислал мне читатель Бондаренко. По рассказу моего знакомого, один офицер ни с того ни с чего стал таять на глазах. Обследование не выявило никакой патологии. Он обратился к старой женщине. Выслушав его, она ему сказала, у тебя в сердце что-то завело, спей свою мочу. Начал пить и в одно прекрасное время началась сильнейшая рвота, продолжавшаяся до тех пор, пока через рот не вышел длинный солитер. Многие сомневаются в невероятных антибактериальных свойствах собственной урины. Помимо закисления организма, антибактериальные свойства объясняются гомеопатическим принципом. Подобное лечится подобным. Если быть точнее, то один из разделов гомеопатии носит название лечения назодами. Суть этого лечения заключается в применении патологических образований против самого очага болезни, их же породившего. Наша собственно урина насыщена полным спектром собственных назодов и принимаемая внутрь, она очищает тело от патогенных очагов их породивших. Вот это чудо так чудо. Иной раз достаточно всего лишь один раз выпить урину и тяжелейшее заболевание исчезает сразу и более не возвращается. Пример. Михаил Григорьевич, инвалид войны, город Харьков. Когда заболел трясучкой, меня лихорадило, знобило. В обстановке полного одиночества, в отсутствии лекарств. Матушка, природа дала нам самое лучшее лекарство, а собственно урину. Вспомнил про уринотерапию, набрал стакан урины и залпом выпил. Через пять минут я выздоровел. Это было в два часа ночи, 1988 год. Больше такое не повторялось. Пример. Масленников. Десять лет назад на ногах у меня появился какой-то грибок. Раствором сибирского каменного масла я вылечил ноги, но до конца, видимо, лечения не довел. Инфекция осталась под ногтем большого пальца. И все эти годы палец очень беспокоил меня. С каждым годом ноготь темнел все больше, а отслоился так, что неизвестно, на чем и держался. Так с болтающимся ногтем я и встретил прошедшее лето. В летнее путешествие по Сибири взял с собой горные ботинки. Раза два поносил их и грибок разошелся по ступне с новой силой. К тому времени я уже был знаком с уринотерапией и помнил слова врачевателя Парфиния Янголычева. Он говорил, что моча сгоняет всякую нечистоту. Перед сном обмыл ноги мочой. На другой день снова обмыл их. Двух обмываний хватило, чтобы грибок исчез. Видя такой ошеломляющий результат, я со всех сторон обильно пропитал болтающуюся ноготь уриновым маслом. Уриновое масло это полувыпаренное на солнце моча. Двух таких пропиток хватило, чтобы уничтожить инфекцию под ногтем. И теперь он уже не болтается, а сидит крепко. Комментарий. Полувыпаренное на солнце моча сквашено бактериями, ферменты которых с необыкновенной силой очищают эпителиальные покровы. Вспомните Болотова и его квашеные продукты. Пример. Наташа, 17 лет, город Воронеж. У меня был гриб, который дал осложнение на почке. В больнице лежало полгода с диагнозом острый гломеролонефрит с нефротическим синдромом. Меня лечили в кавычках и антибиотиками, и гепарином, и противовоспалительными средствами. Делали по 9-10 уколов в день, и по 30-35 таблеток давали ежедневно. Кроме того, капельницы. Ничего не помогло. Потом стали давать гормоны, плюс к тому, что было. В конце из-за Шрилис стали делать переливание крови. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы мне не повезло. Я случайно узнала о системе лечения Геннадия Малахова. Первое, чем я занялась, уринотерапией. И через 5-7 дней анализы стали нормальными. До этого белок был 2 единицы. Я отказалась от гормонов и продолжала принимать урину утром по 3 глотка. От гормонов у меня прибавился вес с 57 килограммов до 68. Пошла сыпь по телу и прекратили смесячные. Кроме того, стал болеть желудок и нарушилась работа кишечника. После двух недель уринотерапии нормализовали смесячные. Сыпь прошла. Желудок и кишечник заработали как раньше. Даже снизился вес почти до нормы. Я стал лечиться по целительным силам. И теперь все отлично. Пример. Валентина Николаевна. Город Северодонецк, Украина. У дочери глаза закисли так, что утром она не смогла их открыть. Ресницы полностью слепались. Я стала промывать их ее же теплой мочой. И всего за несколько дней все прошло. У нашего кота появился лишай. Стала протирать своей упаренной урины и лишай прошел. Комментарий. Микроорганизмы, вызывающие лишай, растительное происхождение. Закисление среды и их обитание приводит к их гибели. Отсюда излечение. Очищение лобных и гайморовых пазух от слизи. Лично я считаю, эти пазухи наиболее трудно очистимым местом. Каждая простуда образует поток слизи, выходящие через гайморовые и лобные пазухи. Слизь частично выходит, но под конец болезни остается ее слой, который по принципу студня постепенно превращается к серогель, твердую корочку. Таких корочек за всю нашу жизнь образуется огромное количество. В итоге эти полости заполняются плотной массой, на которой прекрасно размножаются патогенные микроорганизмы растительной клетки. Переработка уплотненного студня растительными клетками как раз и представляет классический случай, описанный Болотовым. Процесс гниения с образованием щелочной среды и разнообразных токсических продуктов. Естественно, это сказывается неблагоприятно, болит голова, теряется зрение, слух, обоняние, слабеет память. Вообще нарушается нормальная деятельность головного мозга. Человек делается неуравновешенным психически. Причем порой все это протекает так скрытно, что человек не подозревает, что внутри головы у него находится от одного до двух стаканов гноя. Свои недомогания он относит к чему угодно, но только не к этому. Естественно, ни о каких экстрасенсорных способностях не может быть речи. Это особенно относится к наивным людям, которые, посещая курсы, желая их развить, не заботятся о внутренней чистоте. И в то же время, очистив голову и весь организм, человек получает все это естественно. Помните, самый совершенный во всей Вселенной прибор – это организм человека. И чем он чище, тем тоньше вибрации и информацию он может принимать и вывести с подсознательного на сознательный уровень. В противном случае, наш организм способен только реагировать на физические раздражения. Итак, для того, чтобы очистить гайморовы и лобные пазухи от спрессованной в них слизи студня, надо последовательно пройти все этапы очищения. Первое. Смягчение. Прогреть голову любым способом и не один раз. Лучше всего это позволяет сделать местные паровые и водные ванны для головы. Процедура длится 5-10 минут, а затем необходимо ополоснуть голову прохладной водой. Желательно сделать серию таких прогреваний 3-5 раз, чередуя их с прохладными ополаскиваниями. Второе. После того, как студень из твердого состояния переведен в жидкое, даже частично, его надо удалять через решетчатую кость, которая расположена в верхнем носовом ходу и отделяет носовую полость от головного мозга. Для этого необходимо промывать носоглотку такой жидкостью, которая бы за счет осмоса тянула гной и слизь на себя, а также сама легко проходила через решетчатую кость и растворяла ксилогель, тире вот этот гной. Наилучшей и наиболее доступной является собственно урина в теплом виде. Ее можно заменить морской водой и простым солевым раствором, но действие уже будет не такое. Процедура промывания делается так. Закрывают одну ноздрю, а другой засасывают жидкость внутрь носовой полости и выплевывают через рот. Затем меняйте ноздры. Вышеуказанные процедуры проводить до полного очищения головы и возвращения нормальных сенсорных ощущений, зрения, слуха и особенно обоняния. Если вы исключите слизообразующие продукты, молочное, мучное с маслом, то будет еще лучше. Голодание в еще большей мере способствует этому очистительному процессу. Пример. И город Донецк. У меня болели уши. Я почти потеряла слух. Истекала гноем и не могла дышать носом. Сейчас после промывания ушей и носа, полоскания горла по утрам. У меня нормализовалось с ушами и с носом и горлом. Меньше стало болеть. Спасибо вам. Очищение организма человека от патогенной энергии. Здесь несколько вариантов, но мы с вами разберем наиболее простой и эффективный с использованием деревянных плашек. В природе на всех уровнях существует энергоинформационный обмен между любым живым существом и неодушевленными предметами. Методом биолокации удалось установить, что некоторые деревья обладают свойством забирать энергию, а другие ее отдавать. Причем в первую очередь забирают плохую патогенную энергию, то есть энергию растительного происхождения, которая родственна им. А нам она болезнетворна. Ее противовес отдает свою патогенную энергию животного происхождения, которая родственна нам. Это еще одно утверждение болотовского наблюдения, но на энергетическом уровне. Вообще наиболее чувствительные сенситивы видят эти энергопотоки, идущие от дерева к человеку и наоборот. Носителями этих потоков являются квантовые частицы микролептоны. Их масса на несколько порядков меньше, чем у электронов. Отсасывающими энергию на 94-96% людей являются осина и тополь. Для некоторых таким деревом является ель. Осина является чемпионом по отнятию энергии как у людей, так и у бактерий. В осиновом дереве никогда не заводится гниль. Эти свойства осины даже отмечены в словаре Даля. На осину заговаривают лихорадку из зубы, вырезают треугольник из коры, трут им десны до крови и прикладывают его опять на свое место. Коли ноги сводят, то кладут осиновое полено в ноги, а от головных болей к голове. Подпитывающими для человека оказался дуб почти для всех людей. Для других береза, сосна и каштан. Причем отнимать и давать энергию может не только само дерево, но и сделана из него мебель и просто кусочек дерева в виде плашек. Это свойство деревья нашло свое отражение в пословице. В сосняке веселиться, в березняке жениться, а в ельнике удавиться. Вспомните еще одну особенность. Веники для бани делают в основном из березы и дуба. Практические рекомендации для установления лечебного биоэнергетического обмена следующее. Первое. Найти отсасывающие и дающие энергию деревья. Для этого вырежьте полоску фольги, например, из-под шоколадки конфет длиной 10-15 см, шириной 2-5 мм. Возьмитесь за один конец указательным и большим пальцем. Медленно подойдите к дереву. Если свешивающаяся вниз конец полоской фольги начнет отклоняться к дереву, значит оно обладает отсасывающими свойствами. Если же наоборот, то подпитывающими. Можете воспользоваться маятником или рамкой. Второе. Не подходите к маленьким, а также больным деревьям. У них мало энергии. Подходите к большим и красивым. Третье. Найдя такое дерево, постарайтесь подружиться с ним. Поухаживайте за ним. Приветствуйте его, подходя и прощайтесь, уходя. Благодарите его. Будьте откровенны с ним, как с лучшим другом. Это позволит вам вступить в сильный биоэнергетический обмен. Недаром на Буду озарение снизошло под деревом. Дерево с охотой будет отдавать вам свою энергию и получать еще больше, что благотворно скажется на нем. Четвертое. Не ставьте в спальне мебель и растения с отсасывающими свойствами. Вы можете заболеть, как это случилось с одной женщиной больной астмой. У нее над кроватью стоял горшок с отсасывающим растением. Когда она его сняла, то уперуя за много лет, спокойно стала спать. Пятое. Когда надо использовать отсасывающие деревья или плашки из них, а когда подпитывающие. Отсос энергии необходим делать, когда имеется избыток энергии в организме, который выражается в виде головной боли, неврозах сердца, остеохондрозе, зобе, боли в печени, а также при воспалениях, ожогах и травмах. Подпитку энергии необходимо делать, когда ощущается ее недостаток в организме. Это выражается в частых ангинах, простудах, желудочно-кишечных расстройствах, артритах, а также при хронических заболеваниях. Пример. Рецепт в Дубраву. Статья Михаила Дмитрука, журнал «Свет», номер 4 за 1990 год. Много лет назад Мелищев страдал воспалением тройничного нерва. Лежал в больнице, все было бессильно. Ему было предложено удалить все верхние зубы. Может, в них кроется инфекция, которая провоцирует воспаление. Во время очередного удаления ему вырвали сразу три зуба сросшихся корнями. Боль была такой мучительной, что ее не могли заглушить никакие наркотики. Он вышел на улицу, чтобы никто не слышал, как он стонет. Полузабыти, он подошел к дереву и прижался к нему щекой. А когда очнулся, боль ушла. Он смотрел на тополь. На следующий день он вышел на улицу со стулом и просидел у тополя минут 40, прижавшись к нему щекой. С тех пор боль у него не появилась. Вообще, очищение организма от черной подогенной энергии способствует ношению предметов солнечного цвета, например, золота. Вот как отзывается о золоте автор книги «Ненужная для неучи» амидоврат амациации. Оно удлиняет жизнь, укрепляет старых, лечит отравление. Имеющий его при себе не будет знать печали. И чем больше его будет, тем радостнее у него на сердце. Китайские мастера цигун терапии на сеанс лечения обязательно надевают на себя побольше золотых предметов, чтобы извлеченные из организма пациента энергоинформационная сущность болезни не перешла на них. На наличие этого факта перехода болезни указывал Порфирий Иванов, говоря, с болезнью надо быть осторожным, чтобы она на тебя не перескочила. Не секрет, что во время физиотерапевтических процедур на врачей, их проводящих, переходят болезни пациентов. А сейчас я вам расскажу о самом простом и эффективном способе очищения организма от этой скверны. Пример. Надежда Алексеевна. Город Энергодар. Когда мне был уже 31 год, я начала внезапно терять волосы. У меня был нервный стресс и волосы выпадали пучками. Мой мастер-парикмахер, она была пожилая иранка, посоветовала мне делать перед мытьем головы компресс из теплой мочи. Я выполнял эту процедуру в течение 6 месяцев, и мои волосы восстановились полностью. Исчезла перхоть, зуд головы, волосы стали блестящие, шелковистые. Компресс я делала 2-3 раза в неделю, только вначале я очень коротко стриглась. Помню, после первых 3-4 процедур у меня на голове появилась сыпь, был страшный зуд, болячки, но я все перетерпела, так как Анна Харет сказала, что это все пройдет. Уже прошло около 17 лет с того времени, а я до сих пор благодарна ей за совет. Комментарии и рекомендации. Стресс это указатель внедрения патологической энергии информации в организм, выпадение волос места локализации его. Урина, обладающая солнечным цветом, а следовательно и частью его свойств, сильнейший очиститель. Процесс очищения, высыпания прыщей, зуд и прочее. Избавившись от скверны, организм сам восстановил рост волос. Лица, которые в этом не разбираются и лечатся, химиотерапии и тому подобного, идут не по тому пути. Еще более сильными очистительными свойствами обладает упаренная до 1,4 урина. Почти у каждого человека имеется скверна в теле. Если профилактически смазывать себя дважды в год по 1-2 недели через день упаренной урины, то вы избавитесь от нее. Ваша кожа будет указателем энергетической чистоты организма. Мне кажется, что каждый заинтересован в том, чтобы вовремя вытащить грязь, какую бы она не имела природу из своего организма. И вот здесь оказалось, что собственно урина не имеет себе равных. И как нельзя кстати эту информацию можно закончить словами Александра Сергеевича Пушкина. И опыт сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг. Очищение организма с помощью сосания растительного масла. Оригинальную методику очищения и лечения организма, кстати позаимствованную из древних источников, предложил бактериолог Качук. Суть его метода заключается в следующем. У нас три пары слюных желез. Околоушные, подъязычные и подчелюстные. Одна из функций слюных желез заключается в выведении продукт обмена веществ из крови. Сама по себе слюна имеет щелочную реакцию. В разделе о питании вы узнаете, что выделяется из организма со слюной. Количество крови протекающей через слюные железы при сосании или жевании увеличивается в 3-4 раза. Происходит своеобразная прогонка всей крови через этот фильтр и ее очистка. Растительное масло является в данной очистке адсорбентом, который связывает все ненужное и вредное для организма. Способ очистки. Растительное масло, лучше подсолнечное или арахисовое, в количестве не более одной столовой ложки, сосредотачивается в передней части рта. Масло сочется как конфета. Глотать масло нельзя. Процедура сосание делается очень легко, свободно и без напряжения продолжительностью от 15 до 20 минут. Масло вначале делается густым, затем жидким как вода, после чего его следует выплюнуть. Жидкость должна быть белой, как молоко. Если жидкость желтая, то процесс сосания не доведен до конца. Выплюнтая жидкость инфицирована и должна быть отправлена в санузел. Эту процедуру нужно делать один раз в сутки, лучше натощак, можно вечером перед сном. Во время сосания организм освобождается от вредных микробов, токсинов, кислотности, усиливается газообмен, активизируется и налаживается обмен веществ. Следует иметь в виду, что при применении данного метода могут быть временные осложнения, особенно у людей с многими заболеваниями. Это является результатом расслабления очагов болезни. Вопрос о том, сколько раз можно применять эту процедуру, человек решает сам, исходя из состояния собственного здоровья. Острое заболевание лечится легко и быстро в течение двух недель. Лечение хронических заболеваний может продолжаться намного дольше. Мне этот метод очистки импонирует еще и потому, что наш язык – зеркало здоровья. Налет на языке может рассказать о многом. У йогов есть специальная чистка языка. Язык смазывают топленым маслом и с помощью даящих движений указательного среднего и большого пальца производят чистку. Те, кто голодал, знают, что первым о наличии грязи в организме сигнализирует язык. Рот и язык являются верхними путями очищения. Наш организм вообще старается как можно больше нечистот выбрасывать через верх легких. При сосании же масла вся эта очистка происходит естественно. Существует множество других чисток и среди них наиболее сильное и естественное голодание. Но об этом отдельный разговор. Вопросы и ответы, касающиеся очищения организма. Первое. С чего начинать очищение организма? С чистки толстого кишечника, затем печени и только после этих двух процедур приступать по необходимости к другим очистительным процедурам. Второе. Как правильно проводить очищение? Вначале необходимо сделать смягчение организма и только после этого приступать к самой очистительной процедуре. Это касается любых видов очищения. Третье. Какие критерии свидетельствуют об успешном исходе очистительных процедур? Эффект очищения толстого кишечника наблюдается в регулярном и легком стуле, колбасовидности и однородности фекальной массы. Эффект очищения печени выражается в нормализации всех видов обмена. Фигура становится значительно стройнее. Эффект очищения коллоидов выражается в гладкой коже, юношеской гибкости, повышенной работоспособности. Четвертое. Как часто проводить очищение организма? В самом начале за год надо пройти от 3 до 4 чисток толстого кишечника, 5-7 чисток печени. В дальнейшем раз-два в год в дни весеннего и осеннего равнодействия профилактически выделять 1-2 недели для капитального очищения. Сюда должны входить предварительное смягчение, чистка толстого кишечника и печени. Либо вы можете проводить предварительное голодание от 3 до 10 суток в дни по стол. Пятое. Можно ли очищать печень лицам с удаленным желчным пузырем? Можно и нужно. Все делается так же. Шестое. Можно ли заменить чистки печени оливкового масла и лимонный сок чем-то другим? Можно оливковое масло заменить подсолнечным, а лимонный сок лимонной кислотой или растениями с очень кислым вкусом. Клюквой, облепихой, смородиной и так далее. Седьмое. Если после чистки начинается сильный очистительный кризис, что делать? Лучше всего воздержаться от пищи, пить побольше чистой воды, желательно ее омагнитить. Вода должна быть в теплом виде и самому находиться в тепле. К еде приступать после окончания всех симптомов кризиса. Восьмое. Как очищать маленьких детей? Их надо правильно кормить. Тогда нет необходимости в очищении. Но все же лучшая чистка для них прием собственной урины внутрь и теплые ванны с последующим прохладным обливанием. Девятое. Может ли голодание заменить очистительные процедуры? Может, если голодать по 7-10 дней регулярно 3-4 раза в году. Но печень все же желательно очистить, как сказано выше. Десятое. Как вы теперь очищаете свой организм? 3-4 раза в год голодаю по 5-9 дней. Во время голодания ежедневно принимаю 10-20 минут ванну. Температура воды очень теплая. 37-39 градусов. Делаю клизмы с одним литром урины. Пью противую воду и урину почти всю за день. Ввиду активный образ жизни больше двигаюсь. Критерием окончания очищения считаю выходящую более-менее чистой уриной при клизмах. Печень я чистил раз 13-14. Клизмы с уриной, упаренные уриной, в первых делаю по мере необходимости. Одиннадцатое. Можно ли обойтись без очищения организма? Теоретически да, но сам процесс очищения значительно глубже. Он стимулирует возрождение всего организма, включает угасающие механизмы. Достигнуть этого на пищевом режиме невозможно. Если вы хотите жить долго и не болея, то обязательно выкраивайте время для очистительных процедур. Внутренняя чистота организма – самая лучшая гарантия вашего здоровья и долголетия.